Приветствую вас. Я думаю, что ответить на ваш вопрос так сразу в ходу, да, как вам настроиться на позитив, довольно сложно. С одной стороны, у вас есть явный предрассудок против мужчин, да, то есть вы, видимо, в большинстве действительно мужчинам не доверяете, раз у вас есть вот такие мужчины, которые, что один, что другой, не самые сильные люди, да, то есть один предан вас в трудный момент, второй, соответственно, сильнее сидел, 12 лет, вот, имеет внебрачного ребенка и так далее. С той жества здесь есть, проследиваются определенные сценарии на, ну, может быть, страх близости с мужчинами, причем именно близости эмоциональной, не интимной. Соответственно, страх близости или застрет на близости, как правило, внучается в детстве, что все мужики свой и так далее, и так далее, и так далее. И здесь можно поисследовать вашу фигуру мамы и папы, которые, собственно, стали прообразом той позиции, в которой вы сейчас пребываете. Это если говорить о психологических причинах вашего состояния, вашей, ну, вашей жизни, вашего образа жизни. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, ваш второй мужчина после тюрьмы мог измениться, стать другим. Ваш второй мужчина, не преднавался вам в любви. Ваш второй мужчина не обещал вам ничего, ну, кроме того, что он хочет семью и кроме того, что готов помочь за счет ребенка. То есть, ваш мужчина ничего этого, как бы ничего не обещал. И, в общем-то, то, что вы от него хотели, а хотели вы за счет ребенка, вы получили. А вот при чем здесь семья, при чем здесь отношения, для меня это большая загадка. Потому что... Вы встретились с определенной целью. Это определенная цель была такова. Созвучать ребенка. И, в общем и целом, вы свои цели добились. Вы ребенка начали. Ага. Что-то вы хотите в семью, это так. Это бонус. Смотрите, это бонус. Бонус. То-то вы живете в недоверии. Ну, это опять естественная ситуация для людей, которые вместе не по любви, а скорее по совместимости интересов, по расчету. Не буду говорить вам и прогноваться на ощущение, и не считаю, что он вам тоже должен что-то рассказывать. Потому что, изначально, ваши отношения строились не для этого. Изначально вы выбрали его, потому что он был необходим, он был подходящим кандидатом, а он вас выбрал, потому что вы приглянулись ему. Что-то изменилось с тех пор? Нет. Что вы теперь требуете от него чего-то большего? Да. Вопрос в том, имеете ли вы право требовать от него большего? Нет. Не имеете. Потому что обычно требуется гораздо больше времени, чтобы снять друг друга. И если бы вы в другой ситуации узнали, это выбора вместе никогда бы не было. Но в данном случае вы своей цели достигли. Поэтому я предлагаю вам просто-напросто отказаться от идеи с семьей. И спокойно вынесет ребенка, спокойно его вынесет, чтобы он спокойно родился. А потом изначально отговаривается мужчина о том, что чего-то к нему нет, и что вы поняли, что друг другу не подходите, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам и позитив. То есть негатив у вас, как и того, что вы почему-то считаете, что вы должны жить с этим мужчиной теперь. Но он вам не мучает, вы его не выбирали, и вы его не любите, и вы не должны его любить. Вы хотели только одного, родить ребенка от реального отца. Это ваше право. Вы это сделали. Все. Поэтому я полагаю, что здесь... Вот смотрите. Вы пишете, да, значит... Так. Есть много нюансов, которые омрачают радость под беременностью. Ну, во-первых, вообще... Мне бы хотелось узнать, почему вы вообще так хотели забеременеться, что ради беременности на такие действия идете. То есть, почему вам ребенок так вкладывает? Какое отношение вы в него вкладываете, в ребенка? Не будет ли ребенок заложником? Не будет ли ребенок заложником того, что вы пытаетесь в него вложить? То есть, вы ребенка рождаете для чего? Вот с этим определитесь, пожалуйста. Это очень важно. Если вы ребенка рождаете для себя, просто для себя, то для чего именно? Для себя. Потому что... Ну, не знаю. Такое ощущение, что ребенок вам нужен для галочки какой-то, для достижения какой-то цели в своей жизни. Хорошо, если эта цель достигнута после того, как вы забеременели, и ребенок больше вам ничего не должен. А если нет? Понимаете? Какая история. То есть, тут вот с этим моментом нужно для начала разобраться. В конце концов, можно было и приютить, как бы, ребенка, и проблем никаких не было бы. Если бы вы приютили ребенка просто. То есть, у вас есть какие-то вот любопытные, на мой взгляд, представления об этом. И вот. Дальше, смотрите, смотрите. Значит, ну, вы пишите, что мужчина... Значит, мужчине вы понравились, он хочет семью. Много общего. Опять же, не означает, что вы будете мужем и женой. Да? Вот. Он дал необходимые анализы, пошел на все мои условия. То есть, мужчина совершил поступок. Да? Поступок. Тут вы узнаете, что человек вез в тюрьме. Ну, опять же, в тюрьму люди попадают по разным причинам. И даже если человек совершил преступление, он имеет право на раскаяние. Вот. Далее. Значит, так. Имеет небрачного ребенка, которому не помогает. Был, значит, зачатый период брака. Там тоже есть ребенок, совместный законный. Ну, знаете, в жизни бывает всякая, я не уверен, что вы вправе человека отсудите. Понимаете? Не думайте, что вы имеете право человека отсудить. Вы не знаете вся история, вы не знаете, как он к этому относится. Поэтому, поэтому, я не думаю, что вы имеете право человека отсудить. Вот. Видите, при желании, понятно, можно любого из гостей. Но вот только зачем смысл? Поэтому здесь вопрос к вам. Не является ли отсутствие уважения к нему, проекцией того, что вы сами испытываете к себе? Например, что вы бы себя не уважали, если бы у вас не было ребенка. Например. Про внебрачного ребенка он скрывает, а я скрываю то, что знаю это. Это ваше право, я уже сказал. Своей стороны, есть информация о том, что я была больна раком, что болезнь может вернуться к зароди, что удаление неизбежно в будущем. Но, опять же, это ваше право. Право. Потому что, как бы, вы с людям, своим мужчиной, по расчету. Вот. Вы даже не обещали. Это просто два человека, решили как бы объединить своими общей цели. Поэтому, я не думаю, что вы должны не раскрывать все свои карты. По методу, я предатель, снимуете искусство настроения врачей, что мужчинам нельзя это схорчивать. Ну, понимаете, муж ваш, вас не предавал. Дело в том, что если человек совершил такой поступок, если он не раскачивается, значит, это был не тот человек, которого вы видели. А это значит, что вы видели того, кого хотели видеть. Это несколько другое. Ваш муж просто сделал то, что считал нудно. Это значит, он просто другой. А предатель, это тот, кто совершает какое-то действие и раскаивается в этом. Поэтому он считает предательством. Кто поднялся в слабости и так далее. Вот в отношениях это так работает. Вот. Что касается того, что вам говорили врачи, я не очень понимаю, какое право имеет врачи говорить подобные вещи, но очевидно, что они затронули какую-то вашу тему, к которой вы и сами двигались. Вот. Ну, другое дело, что без недоверия нельзя построить неотношения. Вот. Значит, много выясняется не за падений во взглядах на жизнь, так как времени было мало на общении и так же познания друг к другу. Это нормально. Другое дело, что если есть несовпадение во взглядах на жизнь, как это относится с тем, что вы писали, что у вас много общего. Тут надо противоречия снять. Значит, постоянный адрес, постоянные негативные мысли в отношении отца моего долгожданного ребенка. А какие именно негативные мысли есть для осуждения, то, ну, как бы я об этом уже говорил. Если страх, это немножко другого. Какие негативные мысли, что мужчина вам должен-то? По факту. Что он вам должен? Или вы считаете, что он ангел, или что? Не очень понятно. Как настройство на позитиве? Я думаю, что вам нужно выбрать, либо вы пытаетесь строить отношения с мужчиной, с этим, доверительные, и в этом случае вы откровенно признаетесь им обо всем, что знают. Просто по-другому не получится, негатив будет копиться, 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 и только делай время, не когда он выльется наружу. Либо вы просто для себя вот в план подумаете, да, спокойно родите, вот, сдадите себе установку, что вот я родился, и подвиг мужчины растанут. Ну, просто потому-то я ему ничего не обещал. Я не обещал, что буду его женой, я не обещал, что будет с ним в доконтажной жизни и так далее. Вот. Вот так. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Сколько остается того, что ваши отношения не складываются благополучно? Ну, опять же, было бы странно, если бы они складывались иначе. Знаете, с вашими оценочными обсуждениями мужчины, с вашим недоверием, с вашим желанием родить ребенка. Вот. Было бы странно. Еще раз, вы искали средства, вы искали помощи, помощь вы получили, средства вы получили, цели вы достигли. Но ожидание у вас по какой-то причине протирается дальше, чем это изначально обозначалось. Понимаете? И лично я вижу здесь связь с тем, что вы хотите родить ребенка. Так стильно. Вот лично я вижу связь с этим. Это все оттуда. Вот этим и нужно разобраться. Другое дело, что я не знаю, какой у вас срок дременности, если уже большой достаточно, то с психологом работать пока не стоит. Может быть имеется смысл родить сперва ребенка, а уже потом, после рождения уже работать. Потому что есть у вас эти нюансы, о которых я говорю. На это все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.